В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Сегодня у нас не один, а сразу три гостя. Это специалисты стоматологии Дентал Арт. И мы узнаем о тех возможностях, которые дает пациентам современные методики и технологии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самого современного оборудования позволяют специалистам Дентал Арт успешно лечить практически все известные стоматологические болезни. Первый наш гость – это Ольга Денисова, врач-терапевт. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с главного. Какими бы прекрасными ни были специалисты, сегодня без современного оснащения стоматологию представить сложно. Расскажите, какое оснащение в вашей клинике? Да, я согласна, что сейчас не только квалификация специалистов важна, но еще и современное оборудование. В нашей клинике мы всегда стараемся идти в ногу со временем и приобретаем только самые необходимые аппараты, инструменты, материалы. И это не для того, чтобы как-то возвысить нашу клинику на уровне других, а просто мы очень заинтересованы в том, чтобы оказывать именно качественную стоматологическую и доступную помощь медицинскую. В нашей клинике на данный момент из таких передовых технологий представлены как КТ, это трехмерное изображение. Также у нас сейчас есть лазер. Лазер. Я не слышала никогда о таком, как лазер в стоматологии. Грубо говоря, скальпель, только работает он так, что он прижигает сразу же все сосуды, капилляры. При нем не нужно накладывать никаких швов. Он используется как в ортодонте, например, это коррекция уздечек, как губ, так и языка. Удаление новообразований, коррекция десны перед имплантацией или после имплантации, если это требуется. Также лазером лечит незначительный кариес. В нашей клинике мы это не используем, мы больше его используем в хирургических целях. При лечении заболеваний слизистой оболочки у врача-гигиениста на приеме тоже используется лазер. Здорово. Какие еще технологии? Чем удивляетесь? Сейчас мы ввели отбеливание, систему отбеливания FLASH. Чем она интересна? Фишка этого отбеливания в том, что здесь холодный свет используется. Он не нагревает ткани зуба. Как и в любом, в принципе, отбеливании, активное вещество, это пероксид водорода идет, то есть реакция происходит с ним. Но здесь работает не цвет эмали, а цвет следующего слоя, который под ней расположен. То есть он не наносит вред эмали именно. Поэтому пациенты могут быть спокойны, там не будет никаких трещин. Да, возможно, чувствительность, как и при любом отбеливании, но для этого мы назначаем специальную терапию после отбеливания. Я слышала, что в вашей клинике есть такой аппарат, как прибор измерения стабильности имплантатов. Вот это что за приспособление такое? Для чего оно нужно? Потому что я не слышала о таком раньше. После постановки импланта есть период приживления его. Для того, чтобы убедиться в том, насколько он стабилен в кости и можно ли продолжать дальше лечение, мы используем этот аппарат. Этот аппарат мы используем спустя 2 месяца. Даже можем пригласить пациента, потому что обычно период приживления от 2 до 6 месяцев. Чтобы как бы не затягивать, аппарат называется «пингвин». Очень интересное название. Ну и, в принципе, выглядит он так немножечко на пингвин похож. Проверяется стабильность импланта. То есть если спустя 2 или 3 месяца врач-имплантолог проверил, и имплант стабилен, мы, естественно, не ждем еще дальше периода, а уже продолжаем протезирование. Очень удобно. То есть плюсы этого аппарата прежде всего в том, что сокращаются сроки лечения. Именно сроки ожидания следующего этапа протезирования. Ну и он, наверное, как-то увеличивает гарантию стойкости, устойчивости этого имплантата. И это тоже, да. Потому что мы оцениваем этот имплант с разных сторон. То есть не только как бы вертикально идет, но и со всех других сторон смотрим именно стабильность. Потому что иногда бывает так, что там с одной стороны косточки приросло больше, чем с другой. Нагрузку даем, и, естественно, может произойти отторжение импланты из-за этого. Что еще? Чем еще похвастаетесь? Сейчас мы приобрели аппарат, который направлен на исключение онкопатологии. Ну, я считаю, что всегда у нас в любой медицинской специализации самая основная цель – это исключить онкопатологию. Потому что, к сожалению, очень часто сейчас встречается. Аппарат называется АФС. АФС, он подсвечивает флуоресцентным светом слизистую оболочку. Та слизистая оболочка, которая здоровая, она будет подсвечена зеленым цветом. Та, которая имеет какой-то воспалительный участок, ну, мы не говорим это еще о онкологии, а только, например, парадонтит, да, то есть это воспаление десен, вот, какие-то ранки, они будут подсвечены красным цветом. Те участки, которые онкологически уже задействованы, они не будут подсвечиваться, они будут темные, либо темно-коричневого цвета. То есть мы тоже можем сейчас пригласить пациентов, исключить патологию, потому что иногда смотришь, принимаешь что-то на слизистой, неудовлетворительно, да. И у нас, к сожалению, здесь нет такой базы врачей-парадонтологов, которые бы занимались именно заболеванием слизистой оболочки, да. Мы всегда всех отправляем в нижние, к сожалению. Основная масса – это на нашу кафедру, ПИМу, вот. И чтобы они исключали. Здесь мы хотя бы отчасти можем сделать диагностику, да, уже отправиться к каким-то более-менее подходящим диагнозам. Вся современная стоматология сегодня стремится к тому, чтобы перейти на цифровой протокол, потому что это, во-первых, быстрее, это проще и для пациента, и для доктора, это более прогнозируемый результат всегда в вашей стоматологии, как с переходом на цифровой протокол. Да, у нас тоже есть 3D-сканер, он используется за место слепков. Ну, если вы были у стоматолога, носите брекеты, есть импланты, вы знаете, что такое слепки. Что-то неприятное. Да, это огромная металлическая ложка со слепочной массой. Ты сидишь, ждёшь, пока это всё дело застынет. А потом полдня остатки с лица отскребаешь. Да, особенно если это уже снято ещё и с брекетами или другими конструкциями. То есть сейчас это всё заменил 3D-сканер. Очень с ним удобно и комфортно, потому что он, во-первых, не вызывает рвотного рефлекса, да, потому что это небольшая трубка, ну, выглядит как ручка. Помещается в полость рта и сканируется всё, начиная от зубов и до альвеолярного гребна, то есть от слизистой, и до формы кости именно. То есть если мы говорим о съёмных протезах, пациенту будет вдвойне комфортней, и этот протез будет более соответствовать его рельефу, потому что точность там гораздо выше. Ну и опять-таки ускоряются сроки. Да, ускоряются сроки, потому что здесь у нас как-то каковых лабораторий нет, мы всё отправляем в нижний. Соответственно, если мы отправляем ложку со слепочной массой, она едет туда, да, добирается там день-два, вот, и к нам приходят только через неделю, через две, то здесь скан провели, по почте отправили, там сразу же получили. Очень удобно. Мы продолжаем знакомиться со специалистами стоматологии «Дентал-Арт» и разговариваем с Натальей Михайловной Дёминой, врачом-стоматологом-ортодонтом. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какого возраста можно обращаться к ортодонту с ребёнком? На самом деле выделяют таких три основных периода, когда имеет смысл показать ребёнка ортодонту. Первый возраст – это до трёх с половиной лет примерно. В этот период как раз-таки начинают только зарождаться какие-то аномалии прикуса, они не всегда будут заметны родителям, но ортодонт их на клиническом осмотре может заметить. Второй период – это 5-6 лет. Здесь вот мы рекомендуем показать, наверное, каждого ребёнка, потому что здесь идёт период сменного прикуса, когда молочные зубы меняются на постоянные. Вот и здесь вот все эти аномалии, они уже проявляются куда более ярко и заметно. Чаще всего уже с жалобами приходят даже. Третий период – это 10-11, ну, может быть, 12 лет, как раз-таки, когда завершает формироваться прикус. Здесь вообще очень важно понимать, что чем раньше пациент обратится к помощи за ортодонту, тем, соответственно, менее сложная будет та патология прикуса, которая развивается на протяжении жизни ребёнка. Поэтому чем раньше к ортодонту приводят, тем, собственно говоря, и лучше. И прямо начинается какое-то ортодонтическое лечение, потому что в 3-5 лет – это же ещё совсем маленькая несформированная челюсть. Неужели что-то можно уже корректировать? Да, существуют аппараты, которые позволяют начать лечение уже с 3 лет. Также есть элементарно комплексы миогимнастики, которые точно так же, то есть рекомендации ортодонта, которые точно так же являются профилактикой развития зубчелюстных аномалий. Поэтому 3-5 лет – вполне себе подходящий возраст для того, чтобы ребёнку показать. Но это не то ортодонтическое лечение, которое в голове у взрослого? Раз я пришёл к ортодонту, значит, мне поставят брекеты. Нет. Брекеты – это больше, наверное, про такие сложные перемещения, это больше про эстетику. У детей мы стараемся решить какие-то функциональные проблемы, какие-то единичные элементы аномалий прикуса, то есть просто для того, чтобы не сдерживать нормальный рост челюстей, а дать такой определённый толчок, чтобы зубчелюстная система развивалась куда более гармонично. Вот те периоды, которые Вы назвали, это такие профилактические визиты. Есть ли моменты, на которые стоит обратить внимание родителю, что что-то идёт не так и что обязательно нужно обращаться к ортодонту? Да. Здесь, в общем-то, несколько таких показателей. Первое, на что стоит обратить внимание, это ротовое дыхание. То есть если пациент дышит не носом, а ртом, то есть есть привычка дышать ртом, это часто бывает при каких-то простудных заболеваниях. Это бывает, например, родители замечают, пациент, ребёнок, вернее, ночью спит с открытым ртом или похрапывает, посапывает иногда. Это говорит о проблемах с прикусом? Да, это говорит о проблемах с прикусом. Либо это могут быть факторы, которые в будущем приведут к тому, что появится аномалия прикуса. Соответственно, это ранняя потеря молочных зубов. То есть если по, допустим, причине воспалительного процесса молочный зуб удаляется рано, это так называемое скученное, тесное положение, кривое расположение зубов, как это называют. Логопедические проблемы тоже. Если ребёнок не произносит чётко какие-то звуки, тоже может быть как одно из симптомов аномалии зубочелюстной системы. Так интересно, Вы говорите вещи, там, проблемы с произношением звуков, проблемы с дыханием. Мы обычно идём к лору, к логопеду и совсем не думаем про стоматолога. Оказывается, причина может быть вообще в другом. Да, всё между собой взаимосвязано. И, в общем-то, зубочелюстная система, она не отделена от всего организма в целом. Поэтому, если даже, например, у ребёнка есть какие-то нарушения осанки, то тоже на сегодняшний день научно доказано, что взаимосвязь прикуса и осанки, она, в общем-то, существует. Если мы говорим про брекеты, в каких случаях они устанавливаются, в каком возрасте уже можно ставить брекеты, и есть ли какая-то альтернатива? Так, брекеты можно поставить, например, и в детском возрасте. Но это, как правило, частичная брекет-система. То есть, когда мы решаем какие-то локальные проблемы, в возрасте порядка 10-11-12 лет, вот как раз-таки, когда появляется большинство постоянных зубов, здесь мы уже можем перейти на комплексное ортодонтическое лечение, то есть, когда мы, в общем-то, лечим пациента и ставим брекеты на все зубы, то есть на верхнюю и на нижнюю челюсть. Альтернатива на сегодняшний день есть брекетам. Это элайнеры. Это лечение с помощью прозрачных кап. Современный метод лечения. Он базируется на цифровых технологиях. В нём есть преимущества, определенные над брекетами. Ну, в частности, эстетика. Они меньше заметны в полустиртах. Можно сказать, что они невидимы. Это удобство и комфорт. Они не натирают, например, как брекеты, не причиняют каких-то болезненных ощущений. Это простота в уходе. То есть, поскольку аппаратура съёмная, это принципиальное отличие от брекетов, то она снимается, и пациент может спокойненько почистить зубы, используя свои стандартные средства гигиены и стандартную методику чистки зубов. Ограничения в питании. Пациенты с брекетами, они, к сожалению, ограничены. В некоторых продуктах с элайнерами в данном случае проще. То есть, опять же, аппаратура снимается, пациент спокойненько кушает. Но ещё здесь что можно отнести? С элайнерами пациент видит результат своего ортодонтического лечения ещё до того, как мы установили аппаратуру, поскольку изготавливается виртуальная модель к перемещению зубов. И мы совместно с пациентом можем поставить зубы в желаемую позицию. То есть, прям спрогнозировать тот путь, который у нас будет, и тот результат, который, соответственно, будет в конце этого пути. Все ли можно вопросы решить с помощью элайнеров? Прикус, кривой зубной ряд и прочие вещи, которые привыкли исторически уже традиционно решать с помощью брекетов? Элайнеры полные альтернативы? Или в каких-то случаях они не работают? Вообще аппаратура, конечно, существует относительно недавно, где-то, наверное, лет 50 в общей сложности. Но за 50 лет, зная средние сроки ортодонтического лечения, это где-то, может быть, полтора, два, два с половиной года. И больше. И больше, конечно, порой бывает. Да, это всё зависит от индивидуальных особенностей, от клинического случая. Но, тем не менее, есть уже отдалённые результаты, отдалённые мировые результаты. Соответственно, база пациентов, она уже очень большая. И если раньше какие-то клинические случаи всё-таки мы старались не брать на лечение с элайнерами, в каких-то случаях попроще, то на сегодняшний день они практически не уступают брекет-системе. То есть можно вылечить имя любого пациента. Этапы лечения на элайнерах? Диагностика. Соответственно, когда мы полностью получаем всю информацию о пациенте, это сканирование или изготовление слепков с последующим сканированием. Дальше сготавливается виртуальная моделька. Это такой мультик, в котором мы видим, как перемещаются все зубы. Соответственно, после этого элайнеры печатаются и устанавливаются в полость рта. Дальше мы наблюдаемся с периодичностью где-то раз в полтора-два месяца. Элайнеры печатаются кейсом для пациента. То есть это несколько, она не одна. И какое-то количество кап пациенту выдаём. Соответственно, на этапе осмотров вот этих вот в процессе лечения до выдаём какое-то количество кап. И, в общем-то, таким образом достигается результат. Каждый кап отвечает за шаг перемещения капу. На деле какая-то определённая группа зубов подвинулась. Капу поменяли, двигается следующая группа зубов. И раз вы говорите, что сразу печатается определённое количество кап, прогнозируется их количество, это значит, мы прогнозируем срок лечения. Да, то есть вот здесь мы пациенту можем сказать достаточно точно, порой даже точнее, чем с брекет-системой, сколько времени займёт этап ортодонтического перемещения. Но, опять же, важно понимать, что и брекеты, и элайнеры – это инструмент в руках врача. То есть сама по себе аппаратура работать не будет. Поэтому это всё делается всегда совместно. Врач тоже какие-то определённые усилия при этом прикладывает, чтобы добиться желаемого результата. Ещё один гость нашей студии – Наталья Сустаева, детский стоматолог. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каком возрасте уже пора обращаться с ребёнком к стоматологу? Это два года, может быть, год, а может быть, пять? Нет, первый раз к стоматологу ребёнка нужно привести, когда ему исполнится один месяц, для того, чтобы исключить патологию уздечки языка и патологию верхней губы. В дальнейшем второй раз к стоматологу нужно привести ребёнка, когда у него прорежутся первые пять зубов, так как именно они более могут быть уязвимы и подвержены кариесу. Это 10 примерно месяцев, да? 10 месяцев в год? Ну, примерно, да. И с этого времени как часто уже нужно обращаться к стоматологу? В дальнейшем раз в три месяца нужно посещать детского стоматолога, потому что в молочных зубах протекает всё намного быстрее, все кариозные процессы, чем в постоянных зубах. Есть такой миф, зачем лечить молочные зубы, если они всё равно выпадут? Ну, есть смысл лечить? Нет, конечно, есть. Смысл есть, потому что под молочными зубами у нас располагаются зачатки постоянных зубов. Они располагаются достаточно очень-очень близко. Когда зачаток постоянного зуба находится ещё в челюсти, формируется эмаль, формируются корни, сама кранковая часть формируется. И обычный средний кариес молочного зуба может перейти в пульпит, то есть когда кариозная полость доходит уже до нерва зуба. Дальше инфекция, ведь кариес – это что? Это инфекция. Инфекция распространяется настолько глубоко, что она выходит уже за пределы корня, происходит воспаление, и именно как раз все вот эти бактерии, воспаление, они находят новую жертву. Это как раз и есть зачаток постоянного зуба. И этот зуб, он внутри разрушится и не выйдет, получается? Может, вплоть до того, что он просто рассосётся. Зачатка не будет, и, к сожалению, на этом месте уже никогда не прорежется зачаток постоянного зуба. Ничего себе. А скажите, у взрослых, наверное, все это знают, лучшее лечение – это профилактика. И взрослые регулярно ходят на профгигиену, чистят зубы, чтобы избежать кариеса. Есть ли такие процедуры для детей? Нужна ли профгигиена для детей? И в каком возрасте опять-таки можно её начинать? Обязательно нужна. Раз в полгода мы обязательно должны проводить профгигиену у ребёнка. Если ребёнок никогда не лечил зубы, и если, не дай бог, у него появится кариозный процесс, естественно, ему легче будет адаптироваться к лечению, если он уже делал профгигиену, он уже знаком с доктором, он уже знаком со всем оборудованием, он примерно знает, что его ждёт. Даже наших самых страшных звуков он уже бояться не будет. Поэтому я всегда рекомендую родителям, несмотря на то, что у вас всё в порядке с зубами, обязательно приходить на профгигиену, так как это поможет в дальнейшем ребёнку адаптироваться, если вдруг у него появится кариозный процесс, и зуб нужно будет лечить. Опять-таки, с какого возраста? В год, полтора-два первые профгигиены? В год уже можно пытаться пробовать, да, то есть делать вот эти первые попытки к тому, чтобы ребёнок потихоньку-потихоньку привыкал. Не факт, что ребёнок даст сразу почистить все зубы, то есть, возможно, сначала это будет 3-4 зуба, но даже это уже поможет ребёнку в дальнейшем почистить не 3-4 зуба, а, например, зубы верхней челюсти. В конце концов, мы дойдём, что мы сделаем полностью профгигиену. Это один из адаптационных моментов. Как ещё подготовить ребёнка к походу к стоматологу? Ну, давайте вспомним, да, что мы говорим дома перед походом в клинику ребёнку. Мама или папа говорят чаще всего, да? Не бойся, будет не больно. Совершенно верно. Тётя только посмотрит, она ничего тебе делать не будет, это абсолютно не больно. Мы заранее ребёнку говорим уже про боль. А то есть мы его настраиваем на страшно? Да, то есть мы говорим, это не страшно. Опять же, мы ребёнку уже говорим про слово страх, это значит, что он уже понимает, что в кресле у стоматолога действительно может быть страшно. Если родители говорят такую фразу, врач сделает тебе укол и тебе будет не больно, ну, это вообще, наверное, финиш всего. Это паника. Какой укол? Чего? Таких страшных слов, конечно, мы не говорим. Естественно, ребёнку нужно говорить только правду. Врач действительно посмотрит, как ты почистил зубы, расскажет, кто живёт у тебя в ротике, да? То есть если нужно будет, он полечит тебе зуб. Как врачу найти контакт с ребёнком? Здесь какие-то, наверное, тоже нужны свои ухищрения, чтобы ребёнок открыл рот, чтобы он доверился. И самое главное, мне кажется, чтобы не сформировать вот эту психологическую травму, когда уже взрослые люди боятся до ужаса стоматологов. Ну, никогда я не начинаю свой приём с того, что ребёнок сел в кресло и тут же открыл рот. Нет, конечно, мы спрашиваем, как у него дела, какое у него настроение. Это очень важно, потому что стоматолог детский, стоматолог должен войти в доверие к ребёнку, он должен стать ему другом. Потому что иначе он просто не будет доверять мне, как врачу, и, ну, лечение просто может не пойти. То есть мы сначала показываем, рассказываем, то есть что у нас есть, какие у нас есть инструменты, какие у нас есть пломбировочные материалы, как они засвечиваются. Ребёнок может сам попробовать обязательно, да. То есть если это слюноцос, который шумит, шумит достаточно сильно, и чтобы ребёнок не боялся, не пугался, мы даём, чтобы он попробовал сам. То есть он чувствует себя главным. Это очень важно, потому что у него сразу появляется самостоятельный, что он взрослый, самостоятельный ребёнок, и это очень помогает. Наталья, я поняла, что вы ищете подход к каждому своему юному пациенту. А как вы думаете, почему детям нравится ходить к вам в стоматологию? Какие фишки есть именно в Дентал-Арте, чтобы детям было комфортно и безопасно максимально у вас в стоматологии? Ну, мы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы для ребёнка поход в клинику был абсолютно комфортным. Это и наушники, и детский уголок с игровой панелью. Это просмотр мультфильмов во время приёма, во время лечения зубов. Ну и, конечно, это сюрпризы после лечения. Это очень мотивирует наших пациентов, когда они понимают, что за свою смелость они получат какой-то сюрприз, и причём они выберут его сами. Это было актуальное интервью, и в нашей студии сегодня были специалисты стоматологии Дентал-Арт. Всего доброго, оставайтесь на канале 16, пока-пока. Важнейшие принципы работы стоматологического центра Дентал-Арт – комфорт пациента, отсутствие боли при лечении, инфекционная безопасность, медицинская обоснованность всех лечебно-диагностических действий врачей. Лечение осуществляется безболезненно. Для качественной анестезии используются сверхтонкие иглы и применяются лучшие мировые анестетики, а их подбор осуществляется строго индивидуально, что позволяет исключить осложнения и легко проводить даже самые сложные манипуляции. Терапевтическая стоматология в клинике Дентал-Арт – это абсолютно безопасно. Все специалисты работают по международной программе «Антиспид-антигепатит». В центре действует многоступенчатая программа защиты пациентов для обеспечения стопроцентно гарантированной инфекционной безопасности. Полный спектр стоматологических услуг – лечение и удаление зубов, имплантация, эстетическая стоматология, протезирование и протезирование на имплантатах, рентгенологические исследования, гигиена полости рта, ортодонтия, установка брекетов и лайнеров и виниров, отбеливание зубов системой «Флэш», а также детская стоматология. Дентал-Арт – искусство создавать. Силкина 10, дробь 1, здание ОБЦ, второй этаж. Телефоны 47 123 и 8 903 054 76 89.